И должен сказать вам, что он должен был меня оттолкнуть, так я целовал. Я улетела. В ашраме я был шесть дней, было три интервью за это время. Знаете, есть такое отношение, в отношении интервью, о, вы такой благословенный, и эго поднимается. А у меня другой взгляд. Баба говорит, что мир это больница, и все страны это палата, а Прошантиль Нилаям это хирургическая палата. Австралийц пошел дальше дважды, хирург выходит и делает свой обход. Он смотрит, кому нужно небольшое лекарство дать, кому слово. А потом смотрит, кому нужна операционная вмешательство. Поэтому я был такой, срочный случай. Этого парня бери срочно и часто. Ну вот я улетел от всего этого просто. На шестой день, третье интервью с бабой. Ой, я забыл один момент, который смиряет эго. С бабой спрашивают, какая твоя профессия? Я говорю, я акуфунктурист. Он стал притворяться, что это спрашивать? Кто-то сказал, он, а, китайские иглы. Каков твой процент успеха? У меня была такая цифра, когда меня спрашивали, какой у вас успех в процентах. Я говорю, 70%. Откуда, не знаю. Это звучало хорошо. Люди, когда услышат это, говорят, ну, конечно, бери деньги. Я говорю это бабе. 70%. Баба начинает смеяться. Я никогда не видел, чтобы он так смеялся. Он прямо чуть не задыхается. Уж слезы появились у него на глазах. А я думаю, что так смешно? Смеялся, смеялся. И потом вдруг раз, и серьезное лицо. Нет, нет, нет. Это просто твое воображение. Бесполезно говорить, что с тех пор я никогда не упоминал эту цифру. Это последний раз вышло из моих уст. Так вот, на третье интервью, на шестой день, на втором интервью баба спросил, что ты хочешь? Я хочу лечить. Он говорит, думай хорошее, делай хорошее, и будешь целителем. Но я понял, что он не удовлетворен моими ответами. На третьем интервью, на втором интервью, он спросил, сколько ты останешься? Я говорю, ой, ну у меня каждый второй день интервью. Он материализовал кольцо мне, мы обнимаемся. Я говорю, может быть, несколько недель, может быть, месяц. Обнимаемся с аватаром. А он говорит, нет, уезжай завтра или послезавтра, ты работать должен там. На следующий день я уже заказываю билеты. И вот все на интервью смотрят на меня, а сайбаба говорит, что ты хочешь? Каждый раз раньше я быстро говорил, что придет в голову, а тут думаю, ой, это глубокий вопрос. Давай не мчаться с ответом сразу. Все стоят на меня, смотрят. Давай быстрее. А баба смотрит опять, говорит, что ты хочешь? Я думаю, думаю, говорю, любовь. Он говорит, да, да, да. Как будто, вот, ну наконец ты понял. Я, если никогда больше не сдам экзамена в жизни, этот экзамен я сдал. И на следующий день я уезжаю, еду в Бангалор. Опять в гостиницу, останавливаюсь. И я начинаю думать, какой протокол моего с Марией встретит с Богом? Что теперь делать? Моисей говорил с Богом. Мухаммед говорил с Богом. Май говорил с Богом. И я пытаюсь опять вернуться к старому Майку. Есть такая песня. Английская песня. Все двери закрыты к вчерашнему дню. Но он тебя достанет везде. Я еще тогда не знал этого, в то время. Я думаю, ой, вернусь к старому Майку. Я люблю буги-вуги. Я путешествовал по всему миру. Все ставил на голову. Ставлю я эту, я кассету. Думаю, вернусь к Майку. Это кассета «Третий мир» группа исполняет. Я всюду заводил эту кассету, но никогда не слышал слова. Тут я поставил кассету, и как будто тонна кирпичей ударила меня по голове. Я не знал, куда мне идти. Мой разум хотел знать. Я прошел миллион миль, чтобы найти этот внутренний голос. Те, кто ищут, они найдут. Я с тобой вечно. Если ты жаждешь, я утолю твою жажду. Голод твой утолю своим словом. Если ты потеряешь свой путь, я приведу тебя к своей любви. Я очищу тебя в своей любви. И тут клик. Эти слова были всегда. Я же никогда их не слышал. Я хожу вперед-назад. Думаю, ну ладно, ладно. Знаю, что делать. Выкурю закрутку, это меня успокоит. Иду я на балкон, сажусь, и начинаю закручивать. И смотрю в небо. Баба сказал мне, кстати, на последнем интервью, что он придет ко мне позже. Я не знал, что это значит. Может быть, он пошлет мне письмо. И вот я сижу, смотрю в небо. Там, в небе, образ Баба. От земли и в облака. Я не говорю о том слабом образе, когда надо заткнуть ухо, зажать нос, тогда увидишь. Это огромный образ. Баба смотрит на меня. Я говорю, кажется, мне это не надо. Нам это не надо. Баба смотрит на меня. Я смотрю, может быть, другие люди тоже ведут. А все идут по своим делам. И смотрю, и образ этот длился где-то несколько минут. Пять минут, может быть. А в облаках, вокруг, появились образы Христа и других существ. И все смотрят на образ Бабы. И, как я сказал, образ Бабы длился где-то пять минут, а образ Христа три дня. Посмотрю я на небо, на облака, образ Христа. На полу, на стенах, везде. Как будто на обоих маленькие розочки. Вот так был маленький Христос. И как только я сажусь медитировать, закрою глаза и вижу маленький свет, и он становится больше, больше растет. И это был образ головы Христа, такой яркий, я не мог сидеть с закрытыми глазами. «Воу!» Конечно, это на меня оказало огромное влияние. Как я вам говорил, я занимался разными вещами в жизни. Жизнь не была для меня скучной. по руке мне сказали, рука говорит нога. Вы не против зайти за пределы закона? Я акупунктурой занимался, и лечил людей от наркотиков, и наркотики же я и продавал. и разными низкими вещами занимался. Много женщин, оргий и так далее. Когда я ушел с балкона, у меня было несколько порнографических журналов. Я продавал их по дороге. Я подошел к чемодану, вынул их и разорвал на мелкие кусочки. Творение для меня было кусок торта. Я что, прозорвал журналы. Вот это уже само по себе было чудом. И с этой точки моя жизнь стала меняться. Раньше, путешествовав по миру, я занимался и духовным, и целением, и наркотиками. Так что половину моей деятельности уже была сведена на нет. Помню, женщину, которая висла на мне, а я не интересовался. Она решила, что я голубой. Возвращаясь домой другим человеком. Один феномен, когда вы возвращаетесь домой, это вы думаете, почему эти люди ничего не знают? Они должны ехать к своей бабе. Всех их нужно, срочно нам нужно туда. Мои друзья, я говорю, я встречу Бога, мы обнимались. Они говорят, Майк, ты что там курил? Ты нам привез? Я тут же понял, надо срочно замолчать. Пока себя не очистишь, нельзя идти дальше. Возвращаясь домой, начинаю менять свою жизнь. изменения могут быть чем-то очень трудным. У вас есть привычки, и вам трудно отойти от них. А у меня была привычка делать много денег. Я знал, что надо выйти из этого бизнеса наркотиков. человеком я стал думать, перестану этим заниматься. Но трудно разрушить наши привычки. я понял, что сам по себе я не могу это сделать, мне нужна помощь, а иначе эго действует, что я могу. Знаете, как Сайбаба сказал человеку, который выпивал, он сказал пей, но только каждый раз посвящай это мне. ну ладно, каждый раз, как я выкурил наркотик, я посвящу это тебе. Я буду все это посвящать ему, и что стало получаться? Все стало у меня рушиться. Первый раз, когда приезжаете от Бабы, вы начинаете вешать портреты везде. Сначала моя девушка была рада, потому что я отказался от других девушек, но когда я и от нее отказался, это ее не понравилось. Люди приходят и говорят Майк, что это? Кто это такое? Что это ты повесил портреты везде? И все стало меняться. Друзья, которые занимались духовным, со мной не говорили, потому что я не интересовался. 83 год. первая поездка к Бабе была сын, возвращающийся к матери, которая не видела его давно. Мама, мама, она, о, мой бэби, она рада видеть тебя. Это первая поездка. А вторая поездка, вот это было уже нечто другое. Совершенно другое отношение. Я тебя отправил домой, что ты там делал? бэби, поглощийся, бэби, Продолжение следует...